Святославу Новикову всего 15, но в свои годы он уже успешно занимается промышленным дизайном. В технопарк юноша пришел три года назад. За это время он разработал десятки проектов. Дважды принимал участие во всероссийских этапах конкурсов по 3D-моделированию. Я смоделировал Благовещенскую церковь. Эта церковь находилась на Красноармейской площади до... Ну вот в начале 20 века, в самом начале 20 века она сгорела. И теоретически как памятник можно было бы ее реставрировать с нуля, потому что на данный момент у нее ничего не осталось. Кванторианка Анна Жирова увлекается робототехникой и программированием. Благодаря широким возможностям технопарка школьница реализует самые дерзкие, а главное полезные задумки. Вместе с командой девушка создала проект для Северстали, специальные бочки для технической воды. Металлурги уже взяли его на вооружение. Сейчас я занимаюсь проектом, который является домашним заданием для Всероссийской 3D-олимпиады. Я считаю, это, наверное, один из самых масштабных проектов, поскольку домашним заданием является сделать электростанцию. Мы должны придумать ее концепт, сделать модель, распечатать эту модель. Мы сделаем солнечную гидроэлектростанцию и я считаю, на данный момент это реально... Ну на самом деле самый сложный проект для нас. Есть в Кванториуме и совсем юные таланты. Савелию Казакову 12 лет, его страсть машины на радиоуправлении. Мальчик не просто рисует модели автомобилей, а печатает их на 3D-принтере. С проектом Суперкара Савелий занял первое место в региональном этапе Олимпиады по объемному моделированию. Это копия Теслы. Не совсем правильная, но с моими переделками для моих нужд. Я ее смоделировала в программе Fusion 360. Потом это все загружается на 3D-принтер и потом это по частям печатается, собирается. По отдельности каждая деталь склеивается за другой. И потом это ставится все на модель и все готово. Среди кванторианцев есть и не по годам продвинутые программисты. Юрий Парфиевский из таких. Вместе с товарищем он всего за два дня создал проект по погружению в виртуальную реальность. Конечно, не с нуля. На базе популярного игрового движка Unity. Мы основывались на той базе, которая уже существует. В первую очередь это для самообучения, наверное, было. То есть понять, как это работает. Это можно привести в производство и какое-нибудь обучение делать на основе этого тренажеры. По сборке различных вещей. Всего в кванториуме существует несколько образовательных направлений. Среди них VR, промышленный дизайн, хай-тек-цех, био и энерджи-квантум. Попасть в список лучших – непростая задача. Для нас, конечно же, это признание нашей работы, потому что рейтингование делится на несколько этапов. Это уровень зарплаты педагогов, это уровень ребят, подготовки наших ребят. Это материальная база, это работа с партнерами, это развитие небюджетной деятельности. 7 августа Череповецкому технопарку исполняется три года. Планов на будущее у кванторианцев много, но конкретные проекты они пока держат в секрете. Кирилл Смирнов, Александр Беспалов. Новости.